Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала в ютубе. Сейчас я расскажу вам о продуктах, вызывающих рак. И о продуктах, которые предотвращают рак. А также о других причинах возникновения онкологии, не связанных с питанием. И о том, что еще нужно учесть каждому раковому больному и всем тем людям, кто не хочет заболеть раком. Пожалуй, для жизни каждого человека это будет самым важным видео. А потому вы не только не ленитесь смотреть его до конца, но и перешлите потом ссылку на него вашим родным и близким для их же блага. Ведь сейчас рак растет и молодеет с каждым годом. Он уже давно вышел на первое место среди всех болезней, приводящих к преждевременной смерти. Он поражает и бедных, и богатых, и детей, и стариков. Детский рак и его ранние сроки – это вообще отдельная тема. Люди панически боятся рака, не хотят разбираться в причинах, закрывают глаза и отводят от себя мысли о нем, а это неверно. В наши дни заболеть онкологией очень просто, так как для этого много действующих факторов, то есть предпосылок, каких не было и 30 лет назад, не говоря уже о временах детства ваших бабушек и дедушек. И потому так важно всем вам понять ее причины и знать, как уменьшить шансы ее заработать. Ну и как лечить рак тем, у кого он уже есть. А это возможно, но возможно лишь комплексными мерами. И верна пословица – предупрежден – вооружен. Вот и давайте вооружаться от этой чумы 21 века. Внимательно слушайте, а затем, пересматривая повторно, конспектируйте и применяйте эту информацию к жизни, к действию. Причин рака много, но все они объективны. 90-99% причин всех видов рака известны на 100%, то есть точно. Питание здесь занимает очень важное место. Хотя и о других факторах для объективности и полноты я тоже кратко здесь скажу. Но в конце этого видео, по ходу перечисления причин возникновения рака, я буду давать ссылки на те или иные видео, которые я буду рекомендовать вам посмотреть. Так как если я буду даже кратко пояснять и расшифровывать все нюансы по каждому пункту сейчас, то видео данное получится часов на 5-6. Ну а потом вы сможете сами все изучить досконально и дополнительно. Если захотите, пройдя по ссылкам, которые я дам вот прямо под этим видео для вашего удобства. Итак, первое. Продукты, однозначно вызывающие рак. Будет 11 пунктов. Первое. Трансжиры. Это гидротированные жиры. Скажем проще. Маргарин. И производные с ним и продукты из него. В общем, это есть нельзя. Ни грамма. Никогда. Второе. Это консерванты, красители, ароматизаторы, едобавки, такие как, например, 102, 121, 127, 512, 574, 951. И прочая химия в еде недопустима. Продукты питания не должны производиться пищевой, химической промышленностью, как это происходит сейчас. И не надо говорить глупости, что же тогда делать. Мол, все продается с химией. Сейчас вся, мол, еда химия. Нет, не вся. И кто хочет, тот всегда найдет. Кому жизнь дорога, сам будет выращивать. И переедет из города в деревню в чистые места. Благо в нашей стране они еще есть. Или найдет поставщика органических натуральных продуктов питания. Возвращаясь к этому пункту, особо подчеркну, такой ужас, как попкорн, сахарозаменители, чипсы, да и по большому счету все, что продается в пачках, в упаковках, за копейки в супермаркетах. Все это химическая еда. Как в том фильме «Кинзадза», помните, говорили, опережая время, предвидя, предсказывая пророчески. Каша какая? Пластиковая. Это вовсе не еда. Вообще не еда. Третье. Канцерогены, образующиеся при копчении, жарке, при окислении продуктов. Это любые консервы с упомянутыми выше веществами. Конечно же, это фритюр, любой, со своим бензопиреном и прочими канцерогенами. Особенно здесь важно сказать о колбасе, даже натуральной, о беконе и прочей гадости. То есть, обо всем том, что проходит копчение. Четвертое. Сахар и рак. Я не просто так выпустил это одноименное видео. Непременно его потом посмотрите. И учтите, не только речь идет про синтетический промышленный сахар-афинад, а вообще про все моносахариды, глюкозы, фруктозы, все, что на вкус сладкое, даже натуральное. Почему? А вот посмотрите то видео и поймете. А также видео со следующими названиями. Вот что будет, если вы откажетесь от сахара. И почему у вас тяга к сладкому. Пятое. Мясо и молочный белок казеин. То есть, цельное молоко, сыр и творог. И вообще все высокомолекулярные белки, особенно термообработанное мясо, особенно красное, поскольку там много железа, а железо при жарке еще больше окисляет продукт, как катализатор. Тогда образуются гетероциклические амины и нитрозамины. Вот в этой связи вам мои видео. Первое. С таким ироничным названием. Мясо надо есть. И второе. Вот это мое главное видео, хотя бы его одно, про молочные продукты. Шестое. Аграрные фермерские продукты с химией. Ну и продукция агрохолдингов, тем более. Особенно садковая рыба. И другие продукты животноводства, так как их бедных животных кормят комбикормами, в составе которых есть генномодифицированная соя и кукуруза, плюс антибиотики против эпидемии, которые в такой скученной, ужасной посадке гарантированы. Ну и гормоны для более быстрого роста и более быстрого получения прибыли. Седьмое. Трансгенные продукты отдельно выделят, так как это продукты с измененной природной программой. Я говорю о ГМО-продукции. Восьмое. Кипяченая вода. Да-да, дорогие товарищи. В том числе кипяченая до крутого кипятка вода, потому что в такой воде примерно на стакан объема образуются несколько молекул дейтерия и третья. То есть тяжелой воды, и это очень канцерогенный фактор. Никогда воду не кипятите, доводите до 70-80 градусов, тем более кипятком запаривать травы, чаи нельзя, потому что большая часть полезных компонентов теряется при такой термообработке. Девятое. Кофе. Посмотрите, вот это мое видео о кофе. Сейчас я об этом пояснять не буду. Там пояснил все подробно. Десятое. Еда из микроволновки. Любая. Это сильный онкогенный фактор, так как происходят изменения структуры клетки и программы. Одиннадцатое. Это белая рафинированная мука и изделия из нее. Ну и, конечно же, чистый крахмал, особенно вареный. Итак, самые вредные продукты я перечислил. Но есть, конечно, и иные. Хотя иные будут составлять не более 5% от 100 возможных. Конечно, возможно, я что-то упустил из них, но в моих других видео есть абсолютно все. Изучайте их, не теряйте дорогое время, а мои лекции помогут вам продлить это время, а не тратить его. Да, напоминаю, у меня есть еще два канала. Это «Жизнь на земле» и новый канал, который буквально на днях открыли по продуктам. Открыл я его, потому что не всем людям интересна информация о моих продуктах и товарах, к сожалению. Тем не менее, и поэтому я решил сделать отдельный канал для показа наших продуктов, товаров, приборов. Кому это будет интересно, я советую этим людям подписаться на этот мой новый канал. В любом случае, ссылки на эти два моих других канала на YouTube есть в описании, вот под этим видео, которое вы сейчас смотрите. Ну а теперь пункт номер два. Что же вызывает рак помимо вредных продуктов? Первое. Это курение, то есть табак и алкоголь. Это безусловно и абсолютно. Это на 100% из 100. И не нужно здесь дешевых оправданий и самообмана насчет каких-то там мер, доз, качества и прочей глупости. И алкоголь и табак – это наркотики, причем сильно действующие наркотики. Это тяжелые яды и канцерогены, и это в том числе и однозначно вызывает различные формы рака. Этот пункт я вынес отдельно, так как алкоголь – это вовсе не продукт питания, хотя он и продается в продуктовых отделах и магазинах. Второе. Попадание в организм и накопление в нем тяжелых металлов и радионуклидов, то есть облучение. В этой связи, как избавиться от тяжелых металлов и радионуклидов, смотрите мое видео «Гриб-дождевик». Третье. СВЧ и ВЧ – источники излучения. Это однозначно, это самая большая проблема в современности, это самый страшный и массовый, круглосуточно действующий пункт, приводящий к онкологии, увеличивший во много раз эти заболевания в последние 15-20 лет. Обязательно посмотрите хотя бы вот это последнее мое видео на данную тему, напоминаю, ссылочка будет в описании. А если захотите изучить более подробно, то под тем видео будет множество ссылок на более детальное ваше изучение. Четвертое. Диоксин, формальдегид, хлор и другие отравляющие, боевые отравляющие вещества, которые вы используете, зная того или нет, в быту, в стройматериалах, например, ОСБ, ДСП, фанера. Все это содержит и формальдегид, и диоксин. Категорически их использовать нельзя. На своем втором канале «Жизнь на земле» я даю альтернативу этим вредным стройматериалам. Пятое. Ожирение. Тоже фактор онкологии. Ожирение детей в наши дни носит характер сумасшествия. Чем вы, родители, кормите, а вернее травите своих детей? Конфетки, газировки, одни быстрые углеводы. Плюс пирожки и химия из дешевых супермаркетов. Это просто безумие. Это просто геноцид детей будущих поколений, а значит, всего народа. Шестое. Это грибки микромицеты. На эту тему у меня выходило на моем канале несколько видео. Вот они. Но плюс к этому некоторые виды вирусов, например, герпес шестого типа или цитомегаловирус, ну и некоторые бактерии. А также, конечно же, паразиты. Дорогие друзья, антипаразитарную программу. Уже твержу много лет. Надо проходить всем людям два раза в год. Паразиты есть у всех. Заражаются люди постоянно. Многие гельминты вызывают тяжелейшие заболевания и очень быстрое ослабление иммунитета. Седьмое. Химия в быту и средствах ухода за кожей. От капельки моющего средства, рекламируемого ПТВ, на тарелках, которые не смываются до конца ни в каких посудомоечных машинах, до различных шампуней и химических других средств. Но ведь есть альтернативные, натуральные, абсолютно безопасные. От зубного порошка из центральных частей стеблей льна или зубных паст полностью из растительного сырья без химии, до натуральных мыл, состоящих только из масел и эфиров растений. Вот этих. Будут вопросы, знаю наперед, поэтому отвечу сразу на нашем сайте nadgard.ru. Именно такие натуральные, безопасные полностью средства продаются, как, собственно, и биоорганические продукты питания. Восьмое. Чрезмерное пребывание на ярком солнце. Девятое. Это страшная проблема современности. Пластик в нашем быту. Выделю этот пункт отдельно. И у меня даже было видео на эту тему. Посмотрите, вот оно. Ну, а также, кто захочет, посмотрите вот это видео, как антибиотики уже даже находят на Крайнем Севере, в ледниках Антарктиды и горных ледниках, и грунтовых водах. Ну, и десятое мой совет. Посмотрите вот это мое видео. Девять причин болезней. Хотя бы первую его четверть. Там я более подробно поясняю некоторые из этих пунктов. Теперь же пункт номер три. Что надо ввести в рацион питания? То есть, продукты против рака. Первое. Зелень. Имеется в виду укроп, петрушка, сельдерей, любисток, кинза. Пожалуйста, все, что назовете, будет верным. Но отдельно я хочу подчеркнуть дикоросы. Крапива, сныть, лебеда, молодые листья дуванчиков. Про их колоссальную пользу и историю потребления нашим народом Я снимал много видео, и они находятся на моем YouTube-канале, вот этом самом, в разделе «Зелень, травы, дикоросы». И, кстати, почему-то диетологи, ну и в этом смысле можно понять их профнепригодность, и медики, не выделяют зелень в отдельную пищевую группу. Хотя это не овощи и не фрукты. Это совершенно отдельная и очень важная категория и раздел человеческого питания. У меня даже выходило два общих видео на тему зелени и дикоросов, а также отдельное видео про пользу хлорофила. Все это о зелени. А зелени и значит нашей крови. Второе. Проростки амаранта и брокколи. Амарант содержит вещество скволен, брокколи другие важные вещества, многие из них противораковые. Смотрите непременно вот это мое видео про брокколи, ну и, конечно, про амарант. Третье. Овощи. Но не все, а только те, что не содержат белки, лектины. Их я советую убрать. А для онкобольных, для тех людей, у кого уже и так есть воспалительные процессы в организме, белки и лектины надо убрать обязательно. Самый известный из лектинов это глютен, который содержится в зерновых. Но помимо глютена есть еще около 100 других лектинов. Больше всего их в посленовых. Поэтому уберите из своего рациона питания томаты, болгарский сладкий перец, баклажаны и картошку обязательно. А вот семейство крестоцветных наоборот введите и увеличьте в своем рационе. Это различные виды капусты, брокколи, белокольчанная, ибокчой, калераби, цветная и так далее. И, конечно, несладкие корнеплоды, многие из которых люди современные уже давно забыли. Это пять видов редьки. Репа, брюква, дайкон, турнепс, корневой сельдерей и так далее, и так далее. Их очень много. В общем, надо руководствоваться здесь поговоркой «Хрен редьки не слаще». Ведь сладкое на вкус то, что содержит глюкозу и фруктозу, вам, у кого тем более онкологии, есть категорически нельзя. Абсолютно. Почему? Напоминаю, посмотрите мое видео «Сахар и рак» и все поймете. Помните, термообработка убивает пищу. Поэтому ешьте растительную пищу в живом виде, термически необработанном. Получите, наконец-то, лечебную, живительную силу, силу растений. Четвертое. Ферментированный продукт. Особенно полезна квашеная капуста, черемша и ростки папоротника орляка. Посмотрите мое видео «Квашеная капуста». Пятое. Введите в свой рацион питания куркуму с черным перцем. Вот мое видео про все нюансы. Ну и напоследок четвертый пункт. Что важно учесть раковому больному и всем тем людям, кто не хочет заболеть раком? Первое. Конечно же, надо исследовать проблему всесторонне, полно. Поставить точный диагноз у специалиста. Первое. Учесть его советы. Сделать выводы свои, послушав его рекомендации. И принять тот или иной тип лечения. В этой связи посмотрите мои лекции. И введите дневник, я вам советую. Второе. Пейте больше воды. И более того, в живой водородной воды с отрицательным ОВП. В этом вам помогут приборы, генераторы водорода и свободных электронов. Конечно же, самый лучший это Неопен. Но посмотрите непременно вот это мое видео про живую водородную воду. Ссылка будет в описании. И тогда сделайте для себя и вывод, и выбор. Третье. Сода, но только химически чистая. А не та, что сейчас продается повсеместно в магазинах. И не надо потреблять соду по многу, а всего лишь по одной трети чайной ложки в день. И вот видео, в котором я рассказал о последних научных данных на эту тему. Перекись водорода не надо потреблять наперед, скажу. Вам не нужно делать дезинфекцию, постоянную дезинфекцию, тем более внутрь. А водородная вода это противоположное. Это восстановитель, а перекись водорода это окислитель. Помогала она некоторым людям, а не всем. Только потому, что она в какой-то мере уничтожает, подавляет определенные инфекции. Но оказывает при долгом приеме негативное влияние на организм. Так как перекись фактор окислительный, то есть свободно радикальный. Четвертое. Правильное дыхание. Очень важный нюанс. В идеале надо добиться того, чтобы количество в крови углекислого газа было 6-6,5% от общего количества газа в крови. В этой связи поверхностное дыхание по методике Бутенко. Или Стрельниковой, или, что гораздо проще и не требует усилий над собой огромной воли, это аппарат Самоздрав. Посмотрите вот это мое видео, если будет интересно. Пятое. Нужно обеспечить правильную и полноценную работу митохондрий. Я обещал отдельное видео на эту тему сделать. Оно очень сложно и требует много времени. Дорогие товарищи, если вы хотите, чтобы я пояснил, один из основополагающих биохимических процессов рассказал про работу митохондрий, а в данной сфере ведутся самые серьезные работы в современном научном мире. Про то, как синтезируется энергия, как она расходуется, как можно активировать спящие митохондрии. Хотя это очень тяжелый труд, но я все-таки его сделаю, если наберется хотя бы 6-7 тысяч комментариев под этим видео. Поэтому, если вам это интересно, во-первых, напишите мне об этом под этим видео. То есть письмо, что да, обязательно сделайте про это видео. Для вас написать это несколько секунд, а для меня важная обратная связь, чтобы я свое время не тратил зря. Может быть, это не будет интересно никому или малому числу людей. Поэтому не ленитесь, пишите. Итак, необходимо обеспечить организм полноценной энергией за счет адекватной работы всех митохондрий, энергетических станций нашего организма. Это очень важно. Шестое. Перейдите на веганское кетопитание. Смотрите в этой связи вот это мое видео. Не делайте страшных ошибок. Седьмое. Обязательно проходите курс фунготерапии совместно с медицинскими мерами, которые действительно порой бывают необходимы. Просто разобраться нужно в них. Задать правильные вопросы специалисту. Убедиться, что ему не безразлично ваше здоровье. Поговорить по-человечески. Чтобы это не были для проформы, меры по бумажке, что называется, рекомендации. А действительно необходимы в данный момент времени данному человеку по данным его показаниям и состояниям. Ну так вот, сочетание этих мер, плюс меры по фитотерапии, конечно, обязательно помогут. Про это я подробно поясняю в моей лекции общие принципы лечения онкологии. А также посмотрите мое видео видео грипп Шитаки. Там я поясняю механизм борьбы наших иммунных клеток с раковыми. То есть, как это происходит, за счет чего. И мое видео грипп Веселка. Восьмое. Надо убрать из своей жизни стрессы. У кого уже есть рак, обязательно. От них очень много бед. Важен также позитивный настрой и вера, но не слепая, а основанная на знаниях, на понимании правильно выбранного вами пути. Вот для этого мои лекции как нельзя лучше. Девятое. Убрать искривление позвоночника, наладить осанку, выпрямиться. Тут важны и различные гимнастики, допустимо и профессиональное иглоукалывание, но очень важно правило. Старинная славянская методика. Вот эти видео. Ну а ссылки в описании. Десятое. Доброкачественные опухоли. Это первая видимая ступень к возникновению рака. Если у вас уже есть кисты, миомы, фибромы, фиброденомы, полипы, срочно действуйте, не ленитесь, не тяните, не допускайте рак. Смотрите мою лекцию «Общие принципы лечения онкологии», а также сахар и рак. Одиннадцатое. Уменьшайте калорийность пищи. Тем самым вы будете уменьшать риск возникновения любого вида рака и уменьшите скорость развития, если он уже есть только этими мерами. Вот мое видео на данную тему. Двенадцатое. Запускайте процесс аутофагии, то есть самоочищения на клеточном уровне. Посмотрите вот это мое видео аутофагия и второе. Интервальное голодание, то есть интервальное питание. В этом есть огромный биологический смысл. Тринадцатое. Физическая работа над собой, труд, движение, движение – это жизнь. Четырнадцатое. Не допускайте дефицит витаминов и других питательных важных ингредиентов. Особенно витамина С, витамина Д3, цинка, селена. Принимайте дегидрокварцетин. Экстракт Т8. Это важные биофлавоноиды, полипринолы, различные антиоксиданты. Смотрите о них на моем сайте надгар.ру. Пятнадцатое. Если уже была химиотерапия, если есть проблемы с работой кишечника, применяйте симбиотические пропионовые бактерии Эвита. Посмотрите мое видео с синдромом дырявого кишечника. Шестнадцатое. Принимайте яблочный уксус перед едой. Чайная ложка на одну четверть треть стакана теплой воды. Это улучшит пищеварение и усвоение питательных веществ. Вот вам видео. Семнадцатое. Гормонотерапия, антибиотики, облучение, в том числе на рентгене. Все это факторы, провоцирующие онкологию. Помните об этом. Восемнадцатое. Важна стабильность жизни. Порядок, распорядок, план, полезные привычки, режим дня. О чем я говорю? Вот видео о долгожителе, художнике Зиновьеве, о чем я, собственно, и имею в виду на примере его жизни. Посмотрите это видео. Девятнадцатое. Обязательно изучите тему статического напряжения и заземления. На эту тему я делал видео. Вот оно. Это предельно важная тема, о которой многие не думают, никогда не задумываются над этим. Между тем, накопление статического напряжения, электричество, это в том числе и онкогенный фактор. В советские времена, в некоторых клиниках, экспериментально изучая эту тему, делая заземление лежачим больным, улучшали их жизнь и даже лечили людей, в том числе от онкологии. Еще раз напоминаю, вот это мое видео, посмотрите. Двадцатое. Вот мои три видео, которые я советую дополнительно посмотреть. Первое. Простареющие клетки. Очень важная информация. Второе. Клетчатка продлит вашу жизнь. И третье. Закисление или ощелачивание. Ну что ж, если вы действительно хотите победить болезнь или не допустить ее, а в наше время это сделать сложно, если вы хотите быть здоровым, тогда придется потратить 3-4, может быть 5 дней на изучение всего того, о чем я вам сейчас рассказал и к чему дал под этим видео те или иные ссылки. Ну то, что посоветовал вам изучить, посмотреть. И не просто посмотреть, а выписать и законспектировать и тогда уже приступить к работе над собой с сознанием дела. Тогда вы будете все делать осознанно, а не просто веря. И это не трата времени, как иногда мне пишут глупцы, а его приобретение. За вас вашу работу никто не сделает. Хотя огромную часть я уже сделал этим видео, сократив вам вашу работу на несколько лет. Ведь чтобы все это изучить, понять, осмыслить, разложить по пунктам, даже человек с высшим образованием затратит много лет жизни. А я дал это вам так сжато, кратко, по сути, самую суть, дал знания и методологию, что еще важнее, дал план действий. Ну что ж, есть ли у вас вопросы? Если есть, напишите под этим видео. Если вы хотите консультацию индивидуальную, тоже такая возможность пока еще есть. Под этим видео в самом низу описания будет ссылка на мою индивидуальную консультацию. Понравилось вам мое данное видео? Вы его считаете очень важным и полезным? Напишите под этим видео об этом. Дайте мне свою обратную связь. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. Это важно. Я не просто так это делаю. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.